Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 17 733 рублей. Такой уровень должен быть установлен в 2025 году, сообщили в министерстве. Там уточнили, что для трудоспособного населения показатель должен составить 19 325 рублей, для пенсионеров 15 250 рублей, для детей 17 201 рубль. Это почти на 15% больше, чем сейчас. Почему мы так подробно, вплоть до рубля, называем эти суммы? Потому что индексация повлияет на зарплаты и пособия. Станет ли в нашей стране бедных меньше? Будем разбираться, какие в целом есть методы по улучшению качества жизни населения, по росту благосостояния населения. Какие ресурсы есть у государства, у бизнеса, у нас с вами в том числе? У нас в студии Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Здравствуйте. Здравствуйте, Томан. Кажется, что прожиточный минимум, даже с такой индексацией, чуть больше 17 000 рублей, сложно представить, что можно прожить сейчас на такие деньги. И думается, нельзя ли как-то кардинально его повысить, довести до 30 000 рублей, например, хотя бы. Что мешает этому? Тамара, ну понимаете, повысить кардинально можно. Можно до 30, до 50, до 100 довести. Это не та проблема. Но ведь он же вот не с неба упал, 17 733. Это наверняка просчитано в Минфине, просчитано в Минтруде. То есть вот эта цифра, которую выдерживает наш бюджет, который может давать социальное покрытие на этот индекс. Но если мы повысим его до 30 или до 50, значит, все цены, соответственно, повысятся в точно таком же соотношении. Мы можем прожиточный минимум сделать 100 000 рублей. Но тогда у нас будет картошка, соответственно, в 5-6 раз дороже. Ну, наверное, здесь не имеет смысла такие кунштюки делать. То есть сколько позволяет экономика, сколько позволяет реальный сектор по зарплатам. То есть это социальные выплаты, в общем-то, в принципе, до введения бюджета. Здесь же сразу повысятся социальные выплаты. Немного, но в такой же примерно процентах, как и повышается сам прожиточный минимум. То есть пенсионер уже не может получать пенсию меньше 17 000. То есть ему будут давать дотацию, если у него пенсии 14 000. Другие там социальные выплаты по беременности, по инвалидам, они все немного повысятся в том же соотношении, как и вот этот показатель, общий показатель потребительский. Много людей у нас сейчас получают те или иные виды пособий, чтобы понимать, кого это затронет. Вы знаете, мне трудно сказать, но я думаю, что это очень большая часть населения. Очень большая часть населения. И я считаю, что это как раз позитивно. Значит, государство именно финансирует большую часть населения, вот этими компенсирует низкодоходные. Ну, у нас мрот 19 200, минимальный размер оплаты труда. Его получают где-то, это мрот, 4,5 миллиона. А прожиточный минимум всегда меньше мрот. То есть он 17 700 сейчас. Ну, поэтому я, ну, такой цифрой я просто не владею. Ну, думаю, ее и сложно. Потому что это цифра плавающая. Человек может выходить за эту цифру, уходить вниз, уходить вверх. То есть это не какая-то стационарная цифра, которую можно легко взвесить, просчитать. Ну, вот, кстати, о мрот. Владимир Путин в майском указе поручил повысить мрот до 35 тысяч рублей к 2030 году. Да. Вы говорите о том, что действительно серьезное такое повышение. Получается, что ресурсы у государства для этого все-таки есть. Ну, к 30-му году у нас сегодня пока 24-й. Это через 6 лет. Экономика-то растет. Экономика в прошлом году выросла на 3,6%. Понимаете? Половина роста 3,6% это сколько в деньгах? Ну, наверное, около 5 триллионов. Половина составляет фонд потребления. То есть доходы выросли на 2,5 миллиона из 5 триллионов. То есть 2,5. Если будет расти экономика такими темпами, там, может, даже поменьше, то будут расти, естественно, доходы. Будут расти доходы, будет возможность повышать мрот, будет расти налогооблагаемая база, значит, бюджетникам можно увеличивать. Если будет расти экономика, предприниматели заинтересованы в росте зарплаты своих сотрудников, если будет расти прибыль. То есть, в принципе, 30 тысяч, это 35 даже, по-моему, да? Это планка нормальная. Ведь вопрос, как будет идти инфляция? А может, инфляция-то все это делает подъезд? Вы сказали о росте экономики. Действительно, он получился даже большим, чем ожидали и мы, и за рубежом это признали. Дальше планируется рост. У всех, правда, разные оценки. Вот, опять-таки, за рубежом считают, что рост будет постепенно снижаться, меньше показатели будут. При том, что есть рост экономики, государство сейчас осуществляет очень большие траты государственные на разные сферы. Это понятно. И вот буквально недавно опубликовали данные по дефициту бюджета. Первый квартал, да, по-моему, почти полтора триллиона рублей. Да, но по дефициту первого квартала не надо судить. Потому что, как правило, в первом квартале идет авансирование тех объектов, которые будут там во втором, в третьем, четвертом давать прибыль. То есть там, может быть, в третьем квартале будет покрываться аванс первого квартала. Но дефицит полтора, даже если мы по итогам выйдем на полтора триллиона, это вообще не проблема, это не проблемный дефицит, понимаете. Для всех стран это, ну, я не знаю, это небольшой дефицит. Хочется просто понять, при тех достаточно аббициозных целях национальных развития, которые поставлены сейчас, хватит ли на все денег, в том числе и на увеличение МРОД? Ну, вы знаете, ну, во-первых, опять же, я хочу сказать, это же не с потолка взяли, это наверняка просчитанная цифра. Взяли там, я не знаю, цепными индексами, посмотрели, как будет расти экономика. Ну, это же есть модели специальные, и макроэкономические, и экономические. Просчитали, сколько это возможно, и довести МРОД до 35 тысяч. Я вам скажу, что такое 35 тысяч, а сегодня у нас 19, это значит увеличить факт, ну, почти под 20. На 15 тысяч за 6 лет, ну, по 2,5 тысячи абсолютно реальные. Вот бы еще прикинуть, насколько за это время вырастет инфляция или снизится, как вот ее контролировать? Ой, вы знаете, инфляцию гораздо сложнее контролировать, чем доходы. Доходы, в смысле не доходы, а расходы. Все-таки у нас, конечно, большая сейчас часть расходов. Ну, во-первых, у нас почти, ну, около трети бюджета идет расходы оборонные, это вполне понятно. Большую часть занимает социалка. Социалка почти такая же, как оборонка, но чуть-чуть поменьше. То есть, у нас такое, ну, мы же позиционируем себя конституционно, как социально ориентированное государство. Естественно, социальные выплаты будут продолжаться. И это вполне выполнимые 35 тысяч МРОД. Давайте вместе послушаем телефонный звонок. Надежда, Тульская область. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Слушаем. Вот, ну, все говорят про МРОД 19-242. А у нас, я работаю почтальоном, у нас оклад 17-600. И наша руководство сказала, зарабатывайте себе деньги до МРОДа. То есть, мы должны продавать товар, газеты, конверты. Надежда, а можно уточнить, простите, что перебиваю, это прям ставка, какое количество часов, ведь зависит же от... Да, оклад 17-600. Оклад, понятно. Мы думали, что с Нового года... Какое количество часов вы работаете? 8 часов, как обычно. Да, спасибо, что уточнили. И вам предлагают зарабатывать прибавку к себе. До МРОДа. До МРОДа зарабатывают себе зарплату до МРОДа. Если мы не заработаем себе до МРОДа зарплату, то, значит, наша руководство там школько-то нам доплатит до МРОДа. А как это оформляется? Это премия? Что это? Нет, это не премия. Так, и так, и там, в источке это доплата до МРОДа. Ну, хорошо. Предлагается, я так понимаю, продавать товары, которые есть в пунктах связи, если не удалось продать. Получаете доплату от руководства? Ну, у нас, конечно, у нас руководство сильно на это, чтобы мы продавали товар. Ну, стимулируют как могут. Но, тем не менее, если вдруг не получилось продать, МРОДа вы получаете. Да, да. Ну, понятно, да. Спасибо, Надежда, за звонок. Деньги, конечно, в любом случае небольшие. Огромное количество СМС приходит к нам. Вот некоторые телезрители. У Дмуртии цены растут прекрасно, независимо от повышения МРОД. Краснодарский край детские пособия получают очень многие из-за серой зарплаты. Вот об этом тоже хочется поговорить. Много ли у нас сейчас в теневом секторе экономики работают? Как следить за их благосостоянием? Вы знаете, серая зарплата оценочна. Ну, там Минфин давал такие данные. Сейчас они, как говорится, полузакрытые. Но, в принципе, полуофициальные. Где-то 10 триллионов в год у нас проходит как серая зарплата. 10 триллионов – это стоимость двух Олимпиад в Сочи вместе со стадионами, с домами, с туннелями. То есть 10 триллионов. Примерно 20% у нас находится в серой зоне. То есть у нас внеформальная экономика выпускает около 20% объема продукции. В гаражах делают, там, я не знаю. Ну, бабушки продают 3D-иску. Это тоже неформальная деятельность. Еще что-то. То есть неформальный сектор около 20%. Неформальный сектор есть во всех странах мира. Не бывает страны, где бы... Если есть собственность, значит, что у вас будет обязательно неформальный сектор. Вопрос его интенсивности. Ну, например, в Ирландии неформальный сектор составляет 3%. А, предположим, ну, я не знаю, в Южном Судане 91%. Понимаете? У нас составляет около 20%. Ничего страшного в этом нет. Конечно, бороться с этим надо. Но вы поймите, люди, если они не могут устроиться, у них нет прозрачно пойти на работу, ну, бог с ним, ну, пускай они в неформальном заборах красят, строят чужие бани и получают зарплату. Ну, может, их устраивает тот режим. Но они при этом и получают пособия из бюджета и тратят деньги на налогоплательщиков? Теоретически это возможность обхода. Но это уже на грани административной, ну, не уголовной, но административной ответственности. Если они начнут получать пособия, будучи заняты в неформальной деятельности, и если их где-то просветят, то там последствия непонятны. Ну, по крайней мере, для них хороших последствий не будет. Со сообщения из Татарстана, надо благосостояние людей повышать, а не МРОД. Понятно, что не зарплата единая. И как еще можно улучшить благосостояние людей? Нет, благосостояние людей, это уже давно, как говорится, лауреаты Нобелевской премии по экономике определили. Нужно поднимать экономику. Будет подниматься экономика, будет расти прибыль предприятия, будут заинтересованы в увеличении стоимости жизни. Плюс нужно, чтобы люди были знающие и компетентные. Мы с вами как-то говорили, нужно вкладывать человеческий капитал в образование, в здравоохранение, в науку, в получение культурного кода. И если человек будет здоровый, умный и компетентный, он сам себе заработает заработную плату в высшем роте в 2, в 3, в 4, в 5 раз. И мало того, он сам экономику построит. То есть главное, чтобы образование, чтобы люди были компетентные, понимаете, образованный, компетентный, здоровый человек, у него, он всегда может заработать деньги. А с этим у нас как сейчас? Если говорить об инвестициях государства в медицину, в образование? Мы, как говорится, стараемся, но, конечно, доля вложения в человеческий капитал, в образование, в науку, у нас, в общем-то, конечно, меньше, чем в экономически развитых странах. У нас эта доля поменьше. Но вот нужно стараться. Тогда у них будет меньше девиантного настроения, меньше будет преступности, меньше будем строить тюрьмы, меньше содержать там какой-нибудь всин, понимаете, кормить там, поить преступника. То есть это все давно уже описано, понимаете. Если говорить об инвестициях в образование, они должны быть не только государственными, но и частными. Вот буквально через несколько минут будем обсуждать целевое образование. Много ли предприятий сейчас выращивают для себя сотрудников, готовы вкладываться в образование? Вы знаете, это прерогатива крупных предприятий, капиталоемких предприятий, и больших таких, ну, отраслеобразующих, стратегических предприятий. То есть крупный бизнес готовит сам себе кадры и закладывает это в финансирование. Но, извините, гордина, тюлевая фабрика, пельменная фабрика, они не готовят себе кадров. Они берут со стороны, а сейчас, тем более, дефицит кадров. И этот дефицит будет у нас продолжаться, потому что мы находимся во втором демографическом переходе. У нас снижается численность занятых, причем и численность населения, и численность занятых. Стареет население. И вот этот вот перекос, он сейчас в кадровом смысле будет очень сложным. Видела новость, что некоторые предприятия, как раз из-за кадрового голода, даже помогают своим сотрудникам взять кредит и оплачивать его. Вот такое стимулирование. Как возможно в ближайшем будущем решить кадровый вопрос? Что может сделать государство и бизнес? Ну, тоже очень просто. Нужно делать технологический рывок. Нужно, чтобы, понимаете, любой... Георгий Владимирович, вы так говорите, как будто завтра. Это ведь десятилетие. Нет, вы понимаете, это десятилетие. Но, как Михаил Сергеевич говорил, начать нужно сейчас, понимаете. То есть методология этого существует. Понимаете, нужно технологии поменять. Новый технологичный уклад. То есть модернизировать предприятие. Любое внедрение новой техники всегда ведет к сокращению занятости. Потому что вместо людей работают машины и механизмы. То есть модернизация предприятия. У нас сейчас самая передовая отрасль – это обрабатывающая промышленность. В обрабатывающей промышленности износ основных фондов, по данным Росстата, 54%. Причем в самой активной части машины и оборудования – 60% износ основных фондов. А коэффициент обновлений – всего 5%. Ну, конечно, им нужны люди. Потому что если не работает машина и механизация, ну, конечно, им нужны люди. Но ты замени, ты модернизируй предприятия, и тебе люди будут не нужны. Ну, вернее, нужны, конечно. Но гораздо меньше и только компетентные люди. То есть выйти, нужно искать это. Нужно убрать предприятия зомби. У нас процентов 8 экономических агентов – это просто зомби-предприятия, которые работают с отрицательной добавленной стоимостью. Их нужно вывести с рынка. Или поменять им менеджмент, поменять вид деятельности. И чтобы задвигалась вот эта вот экономика, часть. И тогда будут доходы, тогда упадет бедность. И потребление вырастет, понимаете? Обязательно отдельно поговорим о таких неэффективных предприятиях. И поговорим, конечно же, буквально уже через несколько минут о новых сотрудниках, высоко квалифицированных, как их подготовить. Спасибо вам за этот разговор. У нас в студии был Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Мы прервемся на пару минут и расскажем, что будет дальше в следующей части программы «Отражение». Спасибо. 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 Спасибо.